Следующий томат, на который хочу обратить внимание, это Аня. Это сокатовский томат, это розовый томат, крупноплодный, 180-210 грамм. Томат для открытого грунта, не для закрытого, но есть практика, что продают, те, кто выращивает этот томат, его продают. Это мелкая камера, которая работает через компании, продажа через вот эти оптовые рынки, продают как тепличный томат. Потому что у него очень плотная, большая, толстая стенка, 7 мм стенка, и 7-8 камен томата. То есть, если его разрезать, если его показать даже тепличнику, который занимается выращиванием томатов, индетерминатно, то тяжело будет отличить его от тепличного томата. За счет того, что много камер, хорошо лежит, хорошо транспортируется. Во время, когда еще мы сотрудничали с Россией, были поставки томатов в Россию, в Москву доезжал без проблем, без потери товарного вида, ранний. У него срок вегетации 65 дней после высадки рассады. Особенность этого томата тоже, вкус компактный, вкус невысокий. Весь томат находится внутри куста, и не было, не найдено ни одного логнутого томата. С розовыми томатами проблема, это, скажем так, это ювелирный томат, очень нужно аккуратно его выращивать, потому что, если немножко больше дать влаге, либо где-то не сбалансировать удобрение, кальций, гор, калий, то розовые томаты обычно работают. Вместе плодножки идут трещины. Здесь, по этому томату, сколько мы полей не объездили, не смотрели, ни одного томата не было схожанных в районе плодножки с трещиной. То есть хороший, плотный томат, вкусовые качества отличные. То есть это... Я же буду ничем не защитить от типичного томата, ранний. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.